Музыка На призыв поделиться летними впечатлениями откликнулись 18 сотрудников управления Массибири. Они прислали более 100 фотографий с летнего отдыха. Любоваться экзотическими пейзажами и вместе с героями фото переживать их летние приключения решили в фойе актового зала с тортом и чаем, как и принято на вернисажах. С легкой руки начальника отдела по взаимодействию со СМИ Ольги Михайловой выставку назвали в точности как известный отечественный триллер «Как я провел этим летом». Как оказалось, сибирькие энергетики этим летом в основном путешествовали. Причем не только по России и не только традиционным транспортом, поездами, самолетами. Так свое свадебное путешествие Наталья Виданова и Евгений Караулин провели в Казахстане и Киргизии. Причем отправились они туда на собственном автомобиле. Женя был сам за рулем. Мы поехали сразу после нашей свадьбы 10 августа. На свадьбе мы тоже ездили на своем автомобиле без лимузина. Путешествие было очень интересное. Мы еще до того, как у нас завязали серьезные отношения, уже почему-то запланировали, что хотелось бы съездить вместе в Казахстан. Ну и вот так воплотилось. А семья Грицковых объехала 4 европейские страны, преодолев на своем автомобиле 16 тысяч километров. Ехал через Западную Украину специально. Все говорили, что Западная Украина очень плохо относится к русским. То есть все это миф. К русским относятся везде хорошо. Ездите все, путешествуете. Но все рекорды бесспорно побил заместитель главного инженера МСС Сибири Олег Решетников. Вместе с супругой Татьяной в августе на мотоцикле он проехал более 11 тысяч километров по 9 европейским странам, посетив красивейшие фьорды Норвегии и самую северную точку Европы. Они поднялись на каменный выступ норвежской горы Скегедаль, известный под названием «Изык тролля». Это путешествие стало исполнением заветной мечты и оригинальным подарком к 50-летнему юбилею главы семейства. Фотовыставка продлится до середины октября.